Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия Crazy Nails. И в этом видео я вам буду показывать мастер-класс, который я недавно выполняла на ноготках одной из своих клиентов. Данный дизайн очень многих заинтересовал, поэтому я решила снять мастер-класс. Данный дизайн я увидела в интернете, эффект дыма на ногтях мне безумно понравился, и я решила воплотить это на ноготках. Если ты хочешь узнать, как создать эффект дыма на ногтях, тогда оставайся со мной и поехали! Для выполнения данного дизайна мы должны нанести на ноготок черный гель-лак, и если у вас на гель-лаке есть остаточная липкость, то ее нужно снять. У меня она имеется, поэтому я снимаю липкий слой. Когда мы сняли липкий слой, мы берем абсолютно любой гель-лак белого цвета, неважно какой фирмы, это здесь абсолютно никакой роли не играет. Берем любую кисточку, окунаем ее в белый гель-лак и произвольно прорисовываем линию. Эта линия будет обозначать, как у вас будет проходить дым. Я с одной стороны делаю более толстую линию, с другой более тонкую. Теперь жидкостью для снятия гель-лака мы размываем нашу белую линию. Таким образом у меня расплылся белый гель-лак, и в таком виде я ставлю сушиться в лампу. Когда мы просушили белый гель-лак в лампе, мы можем оставить и так, перекрыть топом, и в принципе дизайн готов. Тоже смотрится очень интересно, но мы будем делать дальше. Далее для дизайна нам понадобятся витражные гели. У меня нет витражного геля, у меня есть витражные краски и просто прозрачный гель. Поэтому я беру витражные краски и смешаю их с гелем, чтобы получить витражный гель. По литру я капнула витражную краску зеленого и синего цвета. Сейчас я к этим каплям добавлю капли геля и размешаю все это до однородной массы. Вот какой итог у меня получился. И теперь мы будем этих два цвета распределять на белом гель-лаке. Берем дизайн, берем каплю витражного геля и распределяем по дыму. Слой должен быть не толстый, а тонкий. Другая часть у меня будет синего цвета. Мы отправляем сушиться в лампу, после чего я перекрою данный дизайн топом. Также вместе с вами я хотела бы поэкспериментировать. Я это буду делать в первый раз вместе с вами. Первый вариант у меня будет с акриловой пудрой. Вы можете брать и пигмент. В принципе, здесь никакой роли это не играет. И, кстати, главное, чтобы у белого гель-лака был липкий слой, потому что мы будем втирать пигмент или акриловую пудру именно в липкий слой. Без липкого слоя у вас ничего не получится. Я беру оранжевую акриловую пудру, втираю ее на нижнюю часть, а розовую потру в верхнюю часть. На том месте, где у меня остался пигмент, я пройдусь жидкостью для снятия липкого слоя, чтобы убрать его с черного цвета, после чего я перекрою данный дизайн топом. А для третьего варианта, как я вам и говорила, я буду использовать просто обычные гель-лаки. Беру желтый гель-лак и закрашиваю ту область, где у нас белый цвет. Теперь беру другой цвет и закрашиваю оставшуюся часть. Я уже на этом этапе могу сказать, что если данную технику выполнять гель-лаками, то лучше брать гель-лаки более жидкие, нежели чем густые и плотные. Если у вас гель-лак плотный, то вы можете его смешать с топом, чтобы получить более полупрозрачный цвет. И сейчас я поставлю сушиться в лампу, после чего перекрою топом. Вот таких три варианта у нас получилось. Первый вариант это у нас с витражными гелями. Эффект мне от него, конечно, очень нравится, потому что дизайн получается полупрозрачный, действительно создается эффект цветного дыма. Второй вариант с акриловой пудрой, кстати, тоже очень хорошо смотрится, но уже как бы структура становится более плотной. И с гель-лаками вообще получился, конечно, другой эффект. Не такой красивый, как в первом и во втором варианте. Теперь, наверное, если я буду делать данный дизайн, я буду делать его либо витражными гелями, либо акриловой пудрой. В данном видео я вам показала, как выполняется данный дизайн. Также мы провели с вами два эксперимента, опробовали данный дизайн с другими материалами. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, также подписываемся на меня в Инстаграме и ВКонтакте. Буду рада с вами познакомиться и пообщаться. Ну а я всех целую, люблю и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok